приветствую вас в этом видео покажу как можно оптимизировать Windows 10 без использования программ это позволит максимально ускорить работу вашего компа или ноута извлечь из вашего железа всё на что оно способно приступаем оптимизацию Windows можно разделить на два этапа первый этап это настройки то есть программная оптимизация а второй этап чистка от ненужных файлов я бы советовал лучше начать оптимизацию компьютера вообще с чистой переустановки системы этому у меня посвящено несколько видео ссылки вы найдёте в описании этого видео и в первом комментарии но даже если вам не с руки пока переустанавливать Windows то несколько полезных настроек сделать можно в этом видео начнём именно с настроек системы чисткой будем заниматься в другом видео оптимизацию Windows 10 можно делать вручную или с помощью специальных приложений таких приложений сейчас достаточно а можно сочетать оба метода в этом видео будем всё делать ручками итак давайте перейдём к делу при настройке электропитания подход разный для компа и ноута давайте сначала откроем настройку электропитания длинный путь это кнопка Пуск Параметры система питание и спящий режим и с правой стороны вот здесь есть дополнительные параметры питания перед нами открывается раздел электропитания старой панели управления если у вас ноутбук то можно также открыть нажав на батарейку в системном трее правой клавишей а затем выбираем левое электропитание а также через центр уведомлений нажимаем все параметры и далее по тому же пути который я уже показал я закрываю это и теперь покажу самый короткий и быстрый путь просто нажимаем на клавишу Windows и печатаем на русском питание как видите я напечатал всего четыре буквы и у меня открылось несколько вариантов нам нужен не этот вариант не верхний а вот чуть ниже выбор схемы управления питанием готово! нужное окно открылось быстро, правда? используйте этот путь если у вас стационарный компьютер то вам нужно однозначно настроить схему высокой производительности вот как у меня здесь настроена точнее проверить включен ли этот режим если у вас ноутбук который постоянно подключен к блоку питания и в основном вы играете или работаете на одном месте то подход тот же самый что и для стационарного компьютера высокая производительность если у вас лёгкий ноутбук или ультрабук вы часто носите его с собой и много времени работаете от аккумулятора то я бы рекомендовал вам включить режим электропитания сбалансированный а может быть даже режим более экономичный для того чтобы посмотреть дополнительные схемы питания нужно нажать вот на этот выпадающий список и здесь есть такой вот режим экономия энергии вам нужно поэкспериментировать поработать например в сбалансированном режиме в режиме экономии энергии высокой производительности и определить для себя какой режим для вас более комфортный по умолчанию Windows загружается используя только одно ядро процессора скорее всего на вашем компе или ноуте есть несколько ядер давайте настроим ускоренную загрузку с использованием всех ядер я нажимаю Windows Plus R стандартная комбинация клавиш для запуска диалога выполнить в диалоге выполнить вводим вот такую команду на английском языке msconfig нажимаем на клавишу Enter и у нас открывается конфигурация системы здесь нам нужна вкладка Загрузка и вот здесь есть кнопочка Дополнительные параметры нажимаем на неё вверху есть вот такой пункт Число процессоров ставим здесь галочку нажимаем на выпадающий список ну и можно выбрать допустим 4 процессора нажать на кнопочку ОК применить ОК и теперь нужно произвести перезагрузку компьютера чтобы изменения вступили в силу если вы продолжаете пока настраивать компьютер то можно нажать вот на эту кнопочку выход без перезагрузки и перезагрузить компьютер позже контроль учетных записей предназначен для того чтобы контролировать запуск программ то есть при запуске установочного файла у вас появляется вот такое окошечко в котором вы разрешаете или не разрешаете установку той или иной программы если вы считаете себя пользователем которому не нужны подобные уведомления то УАК то есть контроль учетных записей можно отключить как всегда существует несколько путей отключения можно пойти как это обычно все делают по длинному пути зайти в Пуск Параметры далее напечатать здесь например Контроль и нажать на кнопочку Изменения параметров контроля отчетных записей я закрою окна и покажу вам самый короткий путь нажимаем на клавишу Windows и просто пишем по-русски Контроль самый нижний вариант тот который нам нужен можно даже не брать в руки мышку а просто опуститься с помощью клавиш курсора и нужное окошечко открывается чтобы отключить уведомления о которых я сказал достаточно просто сдвинуть этот движок в самый низ нажать ОК и здесь нажать на кнопочку Да все уведомления контроля учетных записей появляться больше не будут время от времени мы ищем что-то на жестком диске своего компа или ноута чтобы этот поиск происходил быстрее в Windows постоянно работает служба индексации заметили ключевые слова служба работает постоянно и все время тратит ресурсы компа или ноута на эту индексацию а ищем мы не так уж и часто можно отключить индексацию диска поиск при этом будет работать но он будет более медленным я обычно отключаю индексацию тем более что сделать это довольно просто для этого открываю проводник любым способом можно нажав вот на эту кнопку Проводник на панели задач а я обычно открываю с помощью комбинации клавиш в Windows плюс Е Е английское вот так затем выбираем этот компьютер на локальном диске C нажимаю правую клавишу выбираю пункт Свойства снимаю вот эту галочку разрешить индексировать содержимое файлов на этом диске нажимаю Применить здесь нас спрашивают к чему мы хотим применить эту настройку оставляем нижний вариант то есть к диску C и всем вложенным папкам и файлам нажимаем ОК для выполнения этой команды нужны права администратора у меня эти права есть я просто нажимаю на кнопку Продолжить после этого у вас скорее всего появится очень быстро вот такое окно здесь можно нажать на кнопочку Пропустить но окно будет появляться еще несколько раз вот так как у меня сейчас в этом случае я просто нажимаю Пропустить все и дожидаюсь окончания применения этой настройки в зависимости от длительности работы вашей операционной системы без переустановки этот процесс может занять довольно много времени нужно обязательно дождаться его завершения нажимаем кнопочку ОК то же самое можно сделать и с другими дисками если они у вас есть если вы хотите показать свой рабочий стол знакомому более продвинутому пользователю то для этого можно использовать удаленный доступ в Windows есть системный удаленный доступ и он работает постоянно если вы не используете эту функцию то нужно ее отключить потому что она тоже расходует ресурсы компьютера даже если вам понадобится время от времени чтобы кто-то подключился к вам и посмотрел на ваш рабочий стол или наоборот то для этого существует большое количество сторонних программ например Teamweaver очень удобная программа тем более что для частного использования она абсолютно бесплатна чтобы отключить удаленный доступ достаточно открыть свойства системы мы уже с вами открыли проводник снова на этом компьютере нажимаем правую клавишу свойства и здесь есть специальная кнопка ссылка настройка удаленного доступа нажимаем на нее снимаем галочку таким образом мы запрещаем подключение удаленного помощника к этому компьютеру нажимаем Применить ОК Готово в Windows постоянно работает служба защиты системы которая время от времени создает точки восстановления Windows если в работе Windows что-то нарушилось что-то пошло не так то можно попробовать восстановить предыдущее состояние системы до точки восстановления все это работает постоянно и разумеется тратит ресурсы компьютера кроме того не всегда удается восстановить состояние компьютера до точки восстановления поэтому многие отключают эту службу защиты системы будете вы отключать ее или нет решайте сами я покажу как это делается для этого можно никуда не переходить просто в том же окне Системы нажать вот на эту кнопку Защита системы нажимаем на кнопочку Настроить и выбираем вот этот пункт Отключить защиту системы нажимаем Применить здесь нас предупреждают о том что существующие точки восстановления на этом диске будут удалены а новые точки восстановления создаваться не будут но я вам только что сказал об этом обо всем нажимаем кнопочку Да и ОК снова ОК таким образом мы отключили Защиту системы при загрузке Windows сразу же запускается довольно большое количество служб и приложений там почти всегда бывает много лишнего поэтому нужно обязательно проконтролировать и отключить загрузку ненужных приложений это можно сделать через диспетчер задач диспетчер задач можно запустить по-разному я использую для запуска диспетчера задач очень удобную комбинацию клавиш контрол плюс шифт плюс эскейп вот эти клавиши я нажимаю их обычно одной рукой левой и диспетчер задач очень быстро запускается если он у вас открылся вот в таком окне нажмите на Подробнее и перейдите на вкладку Автозагрузка здесь можно отключить ненужное приложение будьте внимательны отключайте только то что знаете к примеру вы установили некоторое время назад какую-то программу и пользуетесь ей довольно редко а у этой программы грузится какой-то процесс автозагрузки и постоянно висит там если вы знаете название этой программы то вы без труда отключите её вот у меня здесь как видите не так много приложений вот давайте я отключу Microsoft OneDrive я им не пользуюсь просто выделяю его в этом списке нажимаю кнопку Отключить готово OneDrive отключился кроме того вот здесь у меня висит веб-камера которой я пользуюсь довольно редко а она здесь работает постоянно точно так же её выделил и просто нажимаю Отключить ни в коем случае не отключайте приложения названия которых вы не знаете и не понимаете для чего это приложение служит гибернация это режим глубокого сна компьютера при этом компьютер записывает свое состояние в специальный файл на жестком диске и выключается в этом состоянии он практически не потребляет энергии при выходе из гибернации компьютер считывает записанный файл и восстанавливает все приложения запущенные перед уходом в сон как вы понимаете это энергосберегающий режим он актуален только для ноутбуков если у вас компьютер стационарный или своим ноутбуком вы постоянно пользуетесь при подключенном источнике питания то гибернация вам тоже не нужна кроме того если на вашем ноутбуке установлен SSD диск то режим гибернации практически бесполезен потому что обычная загрузка компьютера на SSD диске происходит быстрее чем выход из гибернации поэтому гибернацию можно отключить для того чтобы это сделать мы воспользуемся командной строкой я покажу быстрый способ открытия командной строки снова нажимаем на клавишу Windows и просто печатаем командная строка по-русски как видите она тут же появилась и теперь мы можем запустить ее от имени администратора для этого нажимаем на ней правую клавишу и выбираем пункт запуск от имени администратора теперь вводим такую команду на английском языке разумеется вот такая команда все команды которые мы используем в видео вы найдете в его описании нажимаю на клавишу Enter готово гибернация отключена в Windows постоянно работает служба игровой панели Game DVR она позволяет средствами системы записывать видео происходящего на экране а также делать скриншоты если вы ничем этим не пользуетесь или пользуетесь для записи экрана сторонними приложениями то эту панель можно смело отключить один из способов отключения вот такой нажимаем Пуск Параметры в Параметрах выбираем Игры здесь нажимаем DVR для Игр и перемещаем вот этот движок в левое положение готово запись в фоновом режиме больше не будет потреблять ресурсы вашего компьютера в Windows 10 изначально настроено огромное количество визуальных эффектов все они предназначены исключительно для красоты разумеется они потребляют ресурсы компьютера причем делают это постоянно если вы готовы пожертвовать красотой ради быстродействия то я сейчас вам покажу как отключить большинство визуальных эффектов для этого открываем Проводник на этот раз откроем его вот этим ярлыком на панели задач снова выделяем этот компьютер правая клавиша Свойства здесь нам нужны дополнительные параметры и здесь нажимаем Быстродействие Параметры вот эту кнопку вот здесь перечислено большинство этих визуальных эффектов я обычно отключаю практически все эффекты оставляю только два включенными для того чтобы отключить их все разом выбираю этот пункт Обеспечить наилучшее быстродействие как видите все эффекты галочки снились автоматически теперь ставим галочку на вот этом пункте сглаживания неровности экранных шрифтов и еще можно оставить галочку вот здесь Вывод эскизов вместо значков нажимаем Применить нужно немного подождать пока компьютер применит эти настройки вот как видите колесико у меня крутится все готово теперь можно нажать на кнопку ОК ОК закрываем все окна большую часть визуальных эффектов которые потребляют ресурсы компьютера мы с вами отключили многие продвинутые пользователи рекомендуют отключить Защитник Windows 10 здесь на мой взгляд подход неоднозначный если вы привыкли использовать сторонний антивирус то в этом случае конечно Защитник Windows можно отключить то как это сделать несколькими способами подробно рассмотрено у меня в отдельном видео ссылку на это видео вы тоже найдете в первом комментарии и в описании этого видео другая часть пользователей довольно длительное время уже использует встроенный Защитник Windows как основной антивирус то есть просто не устанавливают никаких дополнительных антивирусов на свой компьютер на нескольких своих компьютерах я поступил так же и хочу сказать вам что как это говорится полет нормальный то есть Защитник Windows ведет себя вполне неплохо если вы обычный пользователь то на мой взгляд на Windows 10 можно не устанавливать дополнительные платные антивирусы как поступите вы решать вам я свои рекомендации вам изложил в Windows 10 по умолчанию установлено много так называемых встроенных метро-приложений часть из них можно увидеть нажав на кнопку Пуск вот они большинство пользователей не используют их а вот ресурсы они потребляют постоянно поэтому можно удалить все приложения или часть из них сделать это удобно через оболочку командной строки Windows PowerShell нужно запустить её от имени администратора для этого нажимаем на кнопке Пуск правую клавишу и выбираем вот этот пункт Windows PowerShell – Администратор открывается оболочка PowerShell прежде чем вводить команды хочу предупредить что работа с командной строкой оболочкой PowerShell службами, а также реестром не рекомендуется пользователям которых принято называть чайниками это может привести к частичной или полной неработоспособности вашего Windows помните, что всё что вы делаете на вашем компе или ноуте вы делаете на свой страх и риск итак, я продолжаю у меня есть текстовый документ с командами чтобы не тратить время на их вбивание открываю Проводник и вот здесь у меня в документах есть вот такой документик текстовый папку закроем, чтобы она нам не мешала я покажу в видео, как удалить все приложения сразу будьте внимательны, если вы пользуетесь приложением Почта вот этим приложением то оно тоже будет удалено или метроприложением Skype то вам этот вариант не подходит вам придется удалять приложение иначе давайте перейдем уже к делу я, во-первых, покажу как посмотреть весь список приложений установленные на вашем компьютере для этого копируем команду выделяем её правая клавиша Копировать переходим в PowerShell просто кликаем по заголовку окна и нажимаем Ctrl плюс В я вставил команду, просто нажимаю на клавишу Enter вот вы видите, довольно большой список приложений появился да, то есть здесь перечислены все встроенные метроприложения которые установлены в Windows 10 этот список пригодится вам если вы будете удалять приложения поштучно или удалять все приложения за исключением каких-либо итак, давайте удалим все приложения сразу для этого я снова перехожу в текстовый документ и копирую вот эту команду эта команда удаляет все встроенные метроприложения для всех пользователей копирую снова кликаю по заголовку Windows PowerShell и кроме того способа, который я вам показал можно вставить команду ещё и вот таким способом правая клавиша Изменить наводим вот сюда и кликаем по Вставить как видите, команда вставилась вот она просто нажимаю на клавишу Enter и вот как видите, тут появляется и сообщение об ошибках и о сообщении об успешном удалении приложений нужно обязательно дождаться завершения этого процесса итак, процесс завершён вот видите, внизу появилось вот такое приглашение и теперь можем посмотреть на результат окно PowerShell мы закрывать не будем потому что оно нам ещё пригодится просто нажимаем на кнопку Пуск как видите, большая часть приложений удалена остались вот эти ярлыки, которые я создавал самостоятельно а кроме того, остался Microsoft Edge потому что он не удаляется этой командой то есть, он остался на данном компьютере и кроме того, осталось ещё несколько приложений таким образом, вы можете оптимизировать и немного ускорить работу своего Windows 10 с помощью удаления вот этих приложений а теперь давайте попробуем восстановить все эти приложения опять же, одной командой для этого я выделяю вот эту команду последнюю Копировать можно это окно закрыть и просто вставляю сюда Ctrl-V нажимаю на клавишу Enter начался процесс восстановления приложений то есть, переустановки нужно обязательно дождаться его завершения итак, процесс переустановки завершён теперь мы можем посмотреть на результат можно выйти уже из оболочки PowerShell можно сделать это вводом команды Exit или просто закрыв окно давайте нажмём на кнопочку Пуск и вот, как видите, здесь у нас появились обратно и фотографии, и видео-эдитор редактор видео и OneNote далее, что здесь ещё появилось часы и будильник, калькулятор то есть, все эти приложения снова появились и их можно добавить на начальный экран таким образом, вы теперь сможете протестировать работу компьютера если вам результат не понравится то можно восстановить приложение обратно о том, как удалить отдельное приложение а также, ещё некоторые моменты вы можете почитать в моей статье на сайте ссылка на которую есть в первом комментарии под видео а также, в описании этого видео если вы пока не решаетесь удалить метро-приложения так как, некоторыми из них вы пользуетесь то, на первом этапе, вы можете ограничить работу части приложений в фоновом режиме это сделать довольно просто и самое главное, безопасно для этого нажимаю кнопку Пуск Параметры здесь нам нужна Конфиденциальность и вот здесь, в левой колонке ищем пункт, который называется Фоновые приложения вот этот пункт, я его выбрал и если вы внимательно посмотрите то увидите, что это как раз и есть те самые метро-приложения которые я сначала удалил, а потом восстановил можно отключить фоновый режим всех приложений и оставить только те, которыми вы пользуетесь список довольно большой, поэтому можно быстро всё отключать если вы видите название приложения и вы им не пользуетесь, просто смело отключаете его оставлю Параметры и Погоду если вы пользуетесь Почтой и Календарём, тоже оставьте их вот таким образом, я отключил фоновую работу большинства приложений практически всех оставил только те, которые мне нужны после этого, можно всё закрывать и таким образом, большая часть приложений не будет в фоновом режиме отбирать ресурсы у вашего компьютера Работа со службами требует также особой аккуратности и осторожности поэтому начинающим пользователям я бы не рекомендовал открывать службы вообще тем не менее, я покажу один из способов открытия служб как они работают во всяком случае, где их найти для этого открываем диалог выполнить Windows Plus R идём уже по известному пути здесь нам нужна команда msconfig здесь мы переходим на вкладку Службы и вот здесь мы видим большой список служб подавляющее большинство служб это службы Microsoft в интернете можно найти вот такой рецепт отключения служб поставить галочку не отображать службы Microsoft и у вас остаётся уже гораздо меньше служб вот они все у меня здесь в интернете советуют снять все галочки или нажать на эту кнопку отключить все после этого применить ОК и перезагрузить компьютер в принципе, страшного ничего после этого не произойдёт скорее всего, то есть компьютер у вас будет работать но дело в том, что если у вас ноутбук то после выполнения такого рецепта у вас отключатся все комбинации клавиш если вы их используете например, для включения-выключения Wi-Fi для регулировки громкости звука яркости экрана и так далее то есть отключатся комбинации клавиш относящиеся к программному обеспечению вашего компьютера или ноутбука мы уже с вами рассмотрели один пример когда вы знаете какое-то приложение предположим, вот Яндекс Браузер служба обновления Яндекс Браузера давайте я все службы включу обратно а вот например, обновление Яндекс Браузера я точно знаю, что на этом компьютере мне не нужно поэтому я снимаю эту галочку то есть я Яндекс Браузер на этом компьютере запускаю время от времени и если я захочу сделать обновление этого Яндекс Браузера я могу войти в его настройки и нажать на кнопочку проверить обновление в этом случае я могу смело снять эту галочку и при этом служба будет отключена вы можете точно так же поступить то есть если вы знаете какие-то приложения определенные, которыми вы пользуетесь время от времени не постоянно, не каждый день и вы увидели эти приложения в этом списке служб то тоже можно попробовать их отключать единственное, что я бы советовал это делать по одному то есть отключили одну галочку поработали какое-то время если ничего критического не произошло то есть вы чего-то не потеряли что у вас было до этого все работает нормально то оставляйте в таком режиме и отключайте, предположим, следующую галочку вот такой совет работы со службами нажимаю кнопочку применить, окей и после этого нужно опять же перезагрузить компьютер на этом я рассмотрение данной темы а значит и настройку вот этого данного компьютера я заканчиваю поэтому я нажимаю на перезагрузку и после перезагрузки, моя новая настройка вступит в силу я не рекомендую вам отключать дефрагментацию и автоматическую оптимизацию дисков даже если на вашем ноутбуке установлен SSD диск тем не менее, я не рекомендую отключать дефрагментацию и автоматическую оптимизацию дело в том, что Windows 10 хорошо знает как работать с SSD дисками и делает им правильную дефрагментацию что позволяет не замедлить работу компьютера а наоборот поддерживать её на высоком уровне итак, мы с вами рассмотрели несколько настроек которые позволяют оптимизировать работу Windows 10 теперь вы сможете освободить свой компьютер или ноутбук от искусственных тормозов и заставить его работать максимально быстро не забудьте посмотреть ссылки на дополнительные видео и статью по этой же теме они есть в описании этого видео и в первом комментарии если это видео было вам полезно ставьте лайк, делитесь видео с друзьями спасибо я благодарю вас за просмотр отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал спасибо вам в одном из следующих видео мы рассмотрим другие способы оптимизации Windows чтобы не пропустить эти видео подписывайтесь на мой канал прямо сейчас с вами был Евгений Юртаев до встречи субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok